Ну то есть никто, никто получается, никто не заплатит мне по 10 тысяч. Друзья, это был эксперимент с нашей съемочной группой, суть которого сводилась к тому, что мы сейчас хотели записать видео по поводу того, как преодолеть страх к инвестициям. Я не знаю, что лучше может быть данного эксперимента, который в свое время очень сильно помог лично мне, который сейчас помогает очень многим людям, у них есть какая-то зажатость, у них есть какой-то страх пойти в неизведанную плоскость, то есть пойти в незнакомую среду, пойти туда, где нет опыта, где нет нейронных связей, связанных с прошлым опытом. То есть нет вот этой логической связи между действием, которое ты совершил, результатом, который ты получил и результат, который ты получил, то, что он является следствием действий, которое ты сделал. Так как опыта нет, а когда мы говорим про инвестиции в большинстве своем, то есть почему людей это останавливает, потому что у людей нет опыта инвестиций, то есть у них есть опыт с банковским депозитом и там все понятно. У большинства людей есть опыт с недвижимостью и там тоже все понятно, потому что здесь желание владеть недвижимостью, Желание иметь собственный угол, оно столь сильно в нашем геноме россиян, что здесь получается вот это вот желание преодолевает страх, который ты идешь. Есть некое осознание, есть паттерны, есть причинно-следственная связь, то есть нейронный контур. Недвижимость всегда растет в цене. Потому что если посмотреть за весь промежуток времени исторически, то есть недвижимость всегда растет в цене. Соответственно, если я иду и инвестирую в недвижимость, то у меня риска нет. Недвижимость все равно растет в цене всегда. И поэтому туда пойти проще. Когда мы идем в инвестиции, то мы начинаем, для нас это незнакомая область. То есть это туман полный. Что делать, как делать, кого послушать, как сформировать инвестиционный портфель. То есть у нас нет прошлого опыта и нет прошлого результата. И часто бывает, что есть прошлый опыт, прошлый результат наших родителей или бабушек, дедушек. Приватизация 92-93 годов. Финансовые пирамиды, которые использовались и упаковывались в некие акции. И поэтому есть негативный опыт. И поэтому получается в условиях эксперимента, который вы посмотрели, у него следующее. Людям просто задается вопрос. Сколько вы проскачете на одной ноге за одну минуту? Это первое условие, связанное с неопределенностью. То есть люди не занимались спортом. Люди никогда не считали, сколько они скачут на одной ноге за минуту. То есть это вот как раз таки неопределенность. И мы добавляем сюда второй фактор неопределенности. И даже не то, что фактор неопределенности, а второй фактор, который будет влиять на принятие решений человека. Фактор отвечать деньгами. Ну то есть никто, никто получается это... Вообще не близко. Никто не заплатит мне по 10 тысяч. То есть в случае, если ты не достигнешь того, о чем ты сам сказал, что ты сам себе установил, ты рискнешь деньгами. То есть если вы... Скажите, сколько вы проскочите на одной ноге за минуту. Если вы проскачете меньше, чем заявились, каждый из вас заплатит мне по 10 тысяч рублей. Если вы проскачете больше, то ничего не будет. И суть сводится к тому, что за 30 секунд при заявленных параметрах, то есть у членов нашей съемочной группы, получается, что было? Они не знали, сколько проскакать, и им нужно было отвечать деньгами. Сказали, что проскачет 30 раз за минуту. В итоге проскакали там порядка 60-70 раз за полминуты. И это говорит о том, что когда у нас одновременно накладываются два фактора неопределенности и риск отвечать собственными деньгами за это, вопрос 10 тысяч рублей, да? То есть насколько это ответственность, то есть насколько это болезненная история, связанная с текущим размером заработной платы. Когда мы говорим про инвестиции, то инвестиции, особенно когда у нас начинает падать доходность эффективная, доходность банковских депозитов реально отрицательная с поправками инфляции. То есть недвижимость что-то начинает падать в цене вдруг, да? То есть ты начинаешь метаться, и ты говоришь о том, что тебе всем своим капиталом текущим нужно как-то распределиться. Нужно весь текущий капитал куда-то направить. И это уже речь не о 10 тысячах рублей, да? Для кого-то это может быть весь капитал, который есть. И кто-то для себя принимает, да, он просто говорит, и изначально у нас так и было, да? То есть человек сказал, я один раз проскочу. Ну, то есть непосредственно говорю, ну, как один раз, да? Мы же здоровые люди, мы же там бросаем вызов, мы же адекватные, да? То есть у нас цели смарт, которые нам вызов бросают, которые хотят приумножить капитал. Ну, ладно, хорошо, не один раз. Два раза за секунду я прыгну, да? Вот такая вот философия. И вот два раза за секунду прыгну, ребята, это банковский депозит. Вот два раза за секунду прыгну. И опять-таки нужно понимать, что это там все равно риски присутствуют. Это облигации. Но на самом деле я говорю, а что стоит попробовать инвестировать в то, что понятно? И давайте более подробно сегодня в видео об этом поговорим. Захотели сейчас с сыном. Ну, то есть началось все с того, что он захотел квадроцикл. Купили маленький детский квадроцикл. Поехали за периметр двора. В снегу застряли. Говорю, ерунда, хочу настоящий квадроцикл. Мне самому это интересно, прикольно. Начали смотреть. И тут вылетает из объявлений на авито. То есть вижу, что продает девушка с небольшим пробегом и квадроцикл, и снегоход. Ну, то есть хорошая фирма канадская, BRP, да, то есть с нормальными приемлемыми пробегами. И цена там на 20-30% ниже рыночной. Ну, видно, что или по наследству досталось, или развелись. Ну, непонятно как. Ну, то есть человек просто вырезал объявление. Я пока думал, слушай, ну, прикольно, то есть и квадроцикл, и снегоход хорошие, там, за миллион семьсот можно купить, да, то есть, а новый там стоит, такой же комплект будет стоить, не знаю, миллионов шесть. Пока думал, объявление уходит. Пишу по другому объявлению, а у вас было? Говорят, да, приехали, забрали. То есть забрали там за один день. Я не успел на один день непосредственно. То же самое про инвестиции, когда мы говорим. То есть я сейчас, а после, понимаю, что надо было просто ехать, звонить, покупать, привозить домой. И просто, даже если бы я не стал ездить, даже если бы мы не стали на этом кататься, просто можно было бы перепродать с наценкой 30% просто по рынку выставить. Потому что человек, видимо, не хочет этим заниматься, не сделал эту сделку. Хотя с задним умом понимаю, что, в принципе, наверное, нужно было. Сколько людей я вижу, да, которые, опять, чего далеко ходить. То есть, видео у нас на канале публиковали, да, то есть топ акций, которые нужно покупать. Сбербанк, ну то есть это было полгода назад, да, видео выходило. Сбербанк, там Позитив, ну то есть 2 из 3, да, компаний. Сколько было комментариев? Это когда я купил Сбербанк по 300, да, и теперь остался, будешь в нем вечно сидеть. То есть я говорил, что тогда имеет смысл купить, исходя из того, что происходило на рынке, да. Насколько было иррационально поведение толпы. Высокие спреды покупки-продажи валюты, высокие спреды покупки-продажи драгоценных металлов. Да, я же понимаю, что это прибыль, прибыль банка, которая при прочих равных восстановится. И какое количество людей, даже те, кто смотрит наши видео, которые подписаны на канал, в принципе взяли и купили. Но купить Сбербанк сейчас дистанционно можно открыть брокерский счет. Тогда Сбербанк стоил там в районе 100 рублей. То есть 100 рублей, минимальный лот 10 акций. То есть 1000 рублей достаточно было для того, чтобы купить акции Сбербанка. То есть это не так страшно, не так сложно. Но ты бы уже получил опыт и, наверное, по-другому смотрел. С пониманием того, что 100 рублей можно было купить, сейчас Сбербанк заявляет о том, что он 25 рублей дивидендов направит на акции. 25 рублей на вложенные 100 – это 25% дивидендной доходности. По крайней мере, инфляцию человек точно преодолевает на какую-то 1000 рублей. И поэтому здесь получается, что надо просто пробовать, да, и каким образом. Понимать, что если ты занимаешься классическими инвестициями, а классические инвестиции, что я под этим подразумеваю, это вложение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. То есть это не спекулятивный доход, это то, какой денежный поток я буду получать с этого актива. И это получается, как вот с моим, там, BRP, да, возможностью покупки, там, снегохода и квадроцикла, в самом крайнем случае можно было отдать куда-нибудь, сдавать их в аренду, да, кататься непосредственно самому, то есть понять, каким образом с этого можно получать денежный поток. Можно было спекулятивную прибыль получить, да, сколько стоит, там, я не знаю, один час аренды квадроцикла. Можно просто это сделать, чтобы дети занимались и непосредственно, там, сделали это как маленький бизнес. С формирования, с позиции формирования денежного потока. Поэтому вот такой вот пример хочется привести, что, смотрите, это как, если я вкладываю в объект предпринимательской деятельности, который получает прибыль, страшного ничего нет. Потому что любой предприниматель, даже если будет высокая инфляция, он инфляционные издержки сам на себе тянуть не будет. Он по-любому их будет перекладывать на потребителя, если маржа позволяет. Поэтому начинать с чего-то понятного. То есть то, что понятно сейчас, сейчас понятно иррациональное поведение людей. Если ты понимаешь, что дебилы люди, которые, там, по 120 рублей курс доллара, да, по 140 его получают в обменнике, накупи банки, тогда ты как думаешь, окей, какие банки доступны? Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Банк Санкт-Петербург, из публично торгующихся, да. Посмотри, соответственно, с какой рентабельностью он работает. Зайди в отчетность, да, посмотри, какая рентабельность собственного капитала у банка. Понимаешь, что вендоры, которые занимаются безопасностью, да, кибербезопасностью, уходят с российского рынка, значит, конкуренции становится меньше. Рынок раздвигается за счет ухода конкурентов. Кто тогда остается, да, кто здесь присутствует? Сейчас, в настоящий момент, да, идет речь о том, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней, да. Поставили требование, ребят, давайте так, выполняйте условия самой сделки, да. То есть Украина выполняет свою часть сделки, Россия выполняет свою часть сделки, никому ничего не препятствует, вы свою часть сделки не выполняете, да. Что происходит с российскими минимальными удобрениями, что происходит с поставкой сельскохозяйственной продукции. И нужно понимать, что, скорее всего, в течение 60 дней вопрос будет решен. И тут можно предположить, вариант номер один, он решается позитивно, и тогда получается, разблокируется удобрение, которое находится в европейских портах, открывается трубопровод аммиачный, кого покупать? Тольятти Азот, Акрон, ФосАгро, да, кто еще у нас из публично торгующихся производителей удобрений? И тогда нужно понимать, что вот, когда есть неопределенность, когда это есть, посмотрите на цены этих активов, сколько они стоят. А если откроются? А если, опять-таки, будут экспортеры зерна продавать свою сельскую продукцию, кого тогда можно купить? Как в этом случае тогда заиграет акция компании РосАгро? Посмотрите отчетность РосАгро, да, то есть, опять-таки, убыток, падение выручки, но никто не разобрался в структуре, да. То есть, если они просто тупо собрали, сделали, но не продали, потому что экспорт был, и у них пока что это все на складе хранится, да, то есть, конъюнктура изменится, они будут продавать по более высокой цене, что через год тогда произойдет с этими акциями? И здесь получается, что нужно просто здраво подходить, да, то есть, как минимум, посмотреть чуть дальше собственного носа, да. Я вот сейчас привел несколько примеров, да, которые можно посмотреть. Если вы с этих позиций инвестируете, ну какие тогда у вас риски есть? Окей, пример зерновой сделки. Скажут, нет, по барабану мы не будем свою часть выполнять. Россия говорит, окей, не будет экспорта. Ту пшеницу, ту кукурузу, которую поставляет Украина, мы отказываемся, снова туда там блокируем порты. Что произойдет с мировыми ценами на пшеницу? Что произойдет с ценами на продовольствие? Они взлетят. Если они взлетят, в любом случае будут находиться какие-то дружественные страны, которые будут пытаться на этом заработать. Турция будет впереди планеты всей, да, сделает какие-то опять логистические поставки через какие-то третьи, четвертые страны, которые будут вывозиться сельхозпродукцией. И все равно будет. В России то же самое, да, конкретно мой пример, когда я ездил, смотрел землю в Новосибирске, да, когда я там с производителем сельскохозяйственным разговаривал, он говорит, ну что, цены упали там в два раза на сельхоз. Мы в этом году просто элементарно засеем меньше, просто меньше засеем. Если мы в этом году засеем меньше, соответственно, урожай будет меньше. Будет урожай меньше, даже на внутреннем рынке все равно цена вырастет. Есть книжка, называется «Покер лжецов». Как раз там рассказывают, да, пример приводят, когда еще человек был стажером, один из трейдеров говорил, когда произошла авария на Чехнобильской АЭС, он говорит, давай скупай фьючерсы на картофель, да, то есть на сельхозпродукцию, на картофель. Он говорит, какая связь между взрывом там атомной станции, где-то в Чернобыле и картофелем. И вот это вот достаточно простая на самом деле логистическая цепочка, да, то есть есть заражение, то есть урожая не будет, урожай будет опасный. И на самом деле целая зона может быть заражена. И с этой зоны, в принципе, никогда в ближайшие лет 50 не придет урожай на мировой рынок, не будет поставок, и, соответственно, это доля рынка, которая должна заместиться. Это неизбежно отразится на ценах, и поэтому нужно покупать. Поэтому вот когда говорят, что я боюсь инвестировать, самый простой рецепт, он дал, дан уже достаточно давно, дан Уорреном Баффетом, он говорит, ну, покупайте акции тех компаний, бизнес, которых вам понятен, продукции, которых вы сами пользуетесь. То есть мне нравилась платежная система Американ Экспресс, я был акционером, становился акционером Американ Экспресс. Мне нравились станки Джилет, я покупал акции компании Джилет, в дальнейшем Procter & Gamble. Мне нравилась Кока-Кола и Макдональдс, да, я становился акционером Макдональдса и Кока-Колы. То есть какие-то понятные такие вещи, которые вот действительно можно даже ребенку объяснить. Ко мне приходил племянник, и он, соответственно, там ему лет 11-12, он говорит, я тоже хочу заняться инвестированиями, а как вот выбирать, а как начать, а что делать, как ты решаешь, что покупать. Я говорю, давай вот на твоем конкретном примере, да, то есть что тебе нравится, что вот прям хочется видеться. Мы опять пришли к акциям Кока-Колы, мы опять пришли к продукции Apple, мы пришли к Диснейленду, Диснею, да, то есть вещи, которые вот ему самому понятны, да. Когда я ему просто привел пример, что я много в каких странах побывал, даже в пустыне Атакама высокогорная, да, в Боливии, в Солончаке, Уюне, нет ни мобильной связи, ни еды нормальной, вообще ничего нету. Но даже там в пустыне продается Кока-Кола, блин. И это касалось всего, где я только не был, да, то есть Кока-Кола есть везде. И тогда ты понимаешь, что в принципе, наверное, ну какие риски у тебя могут быть, если ты являешься акционером Кока-Кола, за исключением, естественно, сейчас возникших инфраструктурных рисков, но об этом мы неоднократно говорили, и еще поговорим на конференции, назад в будущее, подробности о ней можно узнать по ссылочке ниже. Соответственно, каким образом можно по-прежнему инвестировать на глобальном рынке, являясь акционером Кока-Колы? Можно идти от обратного. Как я тоже говорю, если вы, как в том анекдоте, ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы, то есть есть так называемые естественные монополии. Вам может не нравиться обслуживание, вам может не нравиться сервис, вам может не нравиться постоянное повышение стоимости услуг, которыми вы пользуетесь, но вы понимаете, что это естественная монополия, вы вынуждены туда идти и пользоваться услугами этой естественной монополии. Это тоже одна из историй. Наверное, не такая приоритетная, как если бы вы покупали акции, бизнес, которых вам понятен, и продукции, или услуги, которых вам нравятся, Но, тем не менее, это тоже одна из историй, когда компания занимает монопольное положение, нет конкурирующих поставщиков, и вы просто, как те самые ежики, несете деньги именно этой компании. Но тогда у нее привилегированное положение, она будет зарабатывать в любое время, пока не появится конкурент. Региональный оператор, то есть это, наверное, в меньшей степени Газпром, потому что есть региональные операторы Облгазы, Райгазы. То есть они, соответственно, из трубы берут и поставляют. Раз. Два. Они, как правило, не публичны. То есть если мы говорим про какие-то региональные газы, реггазы, края, области, они не публичны. То есть здесь нужно смотреть, кто является публичным. И порой тоже я в качестве примера приводил Сбербанк. То есть люди в Москве в областных центрах в меньшей степени, а вот если в районах особенно посмотреть, там монополия. То есть до недавнего времени вообще ничего не было, кроме отделения Сбербанка того же самого. Все коммуналки через него проходят. Люди упорно им говорят, слушайте, вы будете через кассу платить, у вас это будет на 3-5% дороже. Никто не принимает систему удаленных каналов. То есть никто не пользуется сболом. Все по традиции идут стабильно, ежемесячно. Они идут в отделение, и в отделение непосредственно платят. Когда ты приходишь и говоришь в Сбербанке, разменяйте мне 5 тысяч рублей по тысяче, тебе говорят 3,5% комиссии за эту операцию. Кто-то разворачивается и уходит, а кто-то у него альтернативы нет, он не может по-другому никак. Ему банкомат 5 тысяч выдал, а на рынке 5 тысяч. Опять я говорю сейчас про какой-то районный центр, 5 тысяч просто сдачи у кого-то нет. Поэтому они вынуждены это делать, и ты понимаешь, что как бы банк на этом зарабатывает. Ну что ж, друзья, мы поговорили о том, каким образом преодолеть страх. Нужно понимать одну простую историю, что, к сожалению, не мы виноваты в том, что происходит. Это система образования, я не говорю, что система образования в России плохая. Просто вот эта вот оценка, которую нам дают пятерки, четверки, тройки, двойки. То, что ты сделал, особенно это бывает тяжело отличникам. То есть, когда данный эксперимент, который вы видели вначале, проводится с отличниками, я могу сразу распознать отличников. И распознается, с одной стороны, они делают такие амбициозные выборы. То есть, они обычно говорят, 60 раз я за минуту проскочу. Вот 60 плюс раз за минуту, как правило, говорят отличники и хорошисты. Но самое интересное начинается, когда включается секундомер. То есть, они начинают скакать, как это самое, как из автомата вот так вот. То есть, они проскакивают там 120 раз за полминуты. То есть, это прям очень показательно и очень видно. И в конечном счете получается, что отличники, вроде бы хорошее базовое образование, из-за того, что они стремятся за пятерками, постоянными пятерками, их оценивали, их поощряли за эти пятерки, то и в жизни получается таким образом, что, чтобы куда-то пойти, отличники, как правило, вот они пока не обложатся там 600-800 процентами запаса по прочности, они просто туда не идут. У троечников, хорошистов, у них меньше порог принятия решения, и поэтому получается, что они порой пойдут в те вещи, куда отличник не пойдет, пока не наобразует ресурс. Пока же он на этот ресурс соберет, троечник-хорошист уже очень серьезно убежал. И поэтому, резюмируя наше видео, я хочу сказать, лучше сделать что-то на тройку, и пусть даже на тройку с минусом, чем не сделать ничего, ожидая это сделать, как перфекционист на пять с плюсом. В инвестициях главное время. Раз, инвестиции нивелируют все риски в долгосрочном периоде. Это опять мы говорим, возвращаемся к вопросу по времени. И если вы классически занимаетесь инвестициями, и вкладываете в объекты предпринимательской деятельности со целью получения прибавочной стоимости, вот именно эта прибавочная стоимость компенсирует ваши ошибки на начальном этапе. Ваши три с минусом, которые вы сделаете сегодня, через 10 лет превратятся в пять с плюсом. Другие же отличники будут ждать времени, когда они соберут ресурсов кучу, перепроверят максима, перепроверят рынки, убедятся в том, что рынки выросли, показали доходность и будут покупать на хаях. Очень многие отличники, кстати, покупают на максимальных значениях, когда актив по большей части основное движение вверх сделал. Я не то что призываю, будьте троечниками, я призываю к тому снисти важность, снисти порог принятия решения. Начните уже прямо сейчас. Хорошим инструментом входа в эту историю может являться проект «Миллион за восемь», где я уже инвестирую, инвестирую для своих детей, и вы можете присоединиться к этому, понять, для чего я это делаю, зачем я это делаю. Ссылка о том, как это работает, под данным видео внизу. Проходите, смотрите, начинайте. На самом деле достаточно легкий путь в инвестиционной деятельности. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok